МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу в поиске и ответа на телеканале Астра ТВ. Стоит Арганчарова. Здравствуйте. Эпиграфом в сегодняшней программе можно избрать оттверждение американского государственного деятеля 18-го столетия Патрика Генри. Я не знаю иного способа судить о будущем, кроме как по прошлому. Мы много говорим о прошлом, этим словом пользуется весь мир, но очень трудно определить, где заканчивается прошлое и начинается будущее. Возможно, прошлое и будущее не являются разными полюсами, неким расстоянием из пункта А в пункт Б, не противоположны друг другу, а представляют некую непрерывность. Однако человечество вообще имеет очень неполное представление о своем собственном прошлом. Мы знаем об истории древности лишь то, что нам, к примеру, хотел рассказать Геродот. Но кто на самом деле построил великие египетские пирамиды, где находилось строя, кто нарисовал бизонов и других животных в пещерах Альтамиры и всех пиренеев, и были ли эти люди дикими и грубыми? Эти вопросы подчас ставят людей в тупик. Между тем, древние египтяне утверждали, что когда-то у лап сфинкса плескалось море. Над этим долго смеялись ученые, а современные исследования доказывают, что Сахара является дном моря, исчезнувшего более 12 тысяч лет назад. Кроме того, были обнаружены ракушки морского типа на всей поверхности пустыни, но только не между лап сфинкса. Иными словами, сфинкс находился на острове. С каких времен? Единственное, что известно, это сон одного старого фараона, который отрыл сфинкса из песка после того, как тот явился ему во сне. Поэтому можно сказать, что мы не знаем своего прошлого или знаем о нем очень мало. Поэтому иногда, глядя на предметы старины, как артефакты прошлого, мы задаемся вопросами. Каков же реальный возраст этих вещей? Кто сделал их? Какими инструментами? И кто такой человек? Откуда мы пришли и куда идем? Сегодня ясно одно. История не линейна, а циклична. Ведь если бы это было иначе, то археологи обнаруживали бы самые совершенные находки в верхних пластах земли. Ну а внизу были бы лишь примитивные орудия. Однако под неолитическими и мезолитическими этапами обнаруживается весьма интересное достояние высокоразвитых культур. А ниже вновь повторяются те же этапы. Так что же мы знаем о нашем прошлом? О чем могут нам рассказать древнейшие артефакты, найденные исследователями и археологами? Правда ли была Индира Ганди, когда утверждала, что история – самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики? И как научиться в далеком будущем не допускать ошибок прошлого? И можно ли узнать будущее человечества на основании древней истории? Об этом сегодня мы поговорим вместе с нашим гостем в студии, исследователем, путешественником и писателем Андреем Юрьевичем Скляровым. Здравствуйте. Добрый вечер. Андрей Юрьевич, ну, естественно, хотелось бы сразу, наверное, задать такой простой вопрос на первый взгляд. Что на сегодняшний день, вот именно на сегодняшний день, скажем так, мы знаем об истории человечества? И знаем ли мы что-то? Ну, как сказать, мы знаем, какие-то факты нам известны. Все-таки антропологи, археологи недаром едят свой хлеб. То есть много что из фактологии накопали. Другое дело, что мы знаем какие-то обрывки знаний, как таковых, о том, что было раньше. Дальше вот эти вот, как бы, я привык сравнить это с мозаикой, которая когда-то представляла целостную картину, потом рассыпалась, а мы вот находим эти осколочки. Находим не все, потому что часть сломалась, потерялась. Кто-то там все давно утащил. И в итоге, чем занимаются историки? Они пытаются как-то сложить эту картину. Что-то в общую картину. А дальше начинает зависеть от того, кто складывает. Если человек подходит с одной точки зрения, то он видит одну картинку. Ну, грубо говоря, найдут останки кентавра. Те, кто воспринимает мифологию как подлинный источник, он скажет, да, нашли остатки кентавра. Археолог скажет, нашли всадника с остатками лошади. Ну, не целостный скелет, ну, ничего. Ну, да, вот что-то потерялось где-то. Да, точно так же и, собственно, и рисует. Поэтому, на самом деле, существует три таких глобальных направления, три версии, что было в прошлом. Вот, академическая история, как вы упомянули, развитие от простого к сложенному. Только линейные схемы, исключительно. Значит, ну, какие-то небольшие вариации, но чисто вот локально, по каким-то местам. Есть теория цикличности. Есть третий вариант. Ну, цикличности, когда мы имеем дело с разными цивилизациями. Одна там цивилизация погибает вследствие там, либо просто своего старения, да, ну, как любой организм, когда-то родившись, он когда-то и умирает, да. Либо там гибнет в какой-то катастрофе, как сейчас все это дело модно, там, с Атлантидой, с той же самой. Вот. Есть там третья версия, которой я, например, придерживаюсь. Не было ни цикличности, ни линейного развития, но в определенный момент в нашу жизнь вмешалась очень высоко развитая... Да, третья сила, высоко развитая цивилизация, которая, собственно, и оставила после себя эти развитые следы. И здесь вот тогда возникает вопрос, собственно, вот по этим, пусть даже обрывочным знаниям, что мы можем для себя получить, зачем оно нам нужно, да. А стандартный подход какой, что? Вот историю нужно учить, потому что она позволяет не делать собственных ошибок. Ну, на самом деле, пока человек сам не столкнется, и лоб не расшибет, он никакие уроки... Не делает ту же самую ошибку. Да, он никакие уроки не воспринимает, это бесполезно. Но это, если эта поговорка хороша, и этот подход хороший к тому, что мы, когда мы считаем, что история развивается действительно по циклам, каким-то очень повторяющимся, да. А если мы имеем третью силу, у нас возникает совершенно другая постановка вопроса. Мы сталкиваемся с цивилизацией, которая превосходила нас во многом в развитии, там, по технологиям, по знаниям. А то, что она оставила, позволяет прикоснуться к этому знанию. А мы какие-то сейчас находим артефакты, ну, я имею в виду, не мы конкретно, да, но, может быть, и вы тоже, естественно. Но вообще, в большей степени исследователи, археологи, которые занимаются постоянно этим, вы тоже выезжаете постоянно в экспедиции, находите какие-то артефакты, которые могут перевернуть вообще все восприятие людей на историю, в том числе. Да, ну вот, банально, значит, например, последняя наша экспедиция в Турцию, там есть такое местечко, для нашего уха странно звучит, там, Аладжо-Хьюк. Вот, там вот мы зашли, просто совершенно очевидная полигональная кладка, сложная из мегалитической, то есть из больших блоков, как в Перу. Да, но там, в Перу, все это дело приписывается инкам, это середина второго тысячелетия нашей эры, то есть буквально лет 500-600 назад. А, значит, Аладжо-Хьюк на территории Турции, приписывается хет там, это середина второго тысячелетия до нашей эры. И вот как скрестить ежа с ужом, это называется, да? Мы имеем противоположные точки земного шара и 3000 лет разницы. А кладка похожа в ноль, да? Вот абсолютно. Совершенно понятно, что там форма блоков похожая, принцип зацепа этих блоков друг с другом, даже вот по краю блоков фасочка снята. Ну вот любому человеку, покажи фотографии из Турции, с этого места. Он скажет, что это в Перу, да. Это понятно, что делали одни и те же мастера. Все, как только мы приходим к такому выводу, у нас вся картинка истории рассыпается напрочь. А как быть там с обменом, не знаю, опытом цивилизации, да? Ну я понимаю, что это во времени достаточно сложно сделать, но мало ли, может быть, какие-то письмена хранились. Нет, ну, во-первых, что такое противоположные точки земного шара? Что такое Турция и Инки, это Перу, да? Нам нужно, значит, мало того, что там турки должны выплыть в Атлантический океан, его пересечь, а дальше что? Они должны оплывать всю Южную Америку со стороны Тихого океана, чтобы приплыть, либо пересекать Анды. Это не такая простая задача, да? Ну, понятно было бы, если бы это было западное побережье, это восточное. Значит, они каким-то образом должны были, да, либо через всю Азию проходить, и через Вестихий океан плыть. Точно так же Уинков в обратном направлении должны сделать. И каким-то образом еще умудриться вот эти 3000 лет построить. Эту разницу ты никуда не денешь. Потому что, ну, понятно дело, что археологи могут ошибаться в датировках. Вот я очень скептически, например, отношусь к радиоуглеродному методу. На мой взгляд, он гораздо менее точный, чем его пропагандируют. Но все равно разница должна оставаться во времени. Пусть даже ошибается и, скажем, инки жили там не 500 лет назад, а жили там на 1000 лет раньше, да? Или хеты там просуществовали дольше. Все равно остается зазон. Мы его не сможем никуда убрать. Мы должны пересмотреть авторство этих памятников. Значит, а для того, чтобы их пересмотреть, нам придется предположить, что это была некая цивилизация. Камень не датирует по тому, что найдено рядом. Камень не датируется никоим образом. Ну, это да. Да, мы не можем определить, когда построен конкретный памятник. И поэтому здесь просто неправомерное отождествление авторов строительства, в одном случае с инками, в другом случае с хеттами. Возникает, опять-таки, некий третий, кто. А он очень развит по технологиям. Эта кладка очень сильно развита по обработке камня, по строительству. У нас вот сейчас на форуме один человек из Луганска взял, построил макет просто вот такой же стеночки. И он сделал ее из гипса, дал застыть всем форумам. Ну, сделал вот именно полигональную такую кладку. Он трес стол, ну, для демонстрации. Кладка стояла намертво. Да, и там другой провел оценки, говорит, вот она начала рассыпаться тогда, если бы на нашу шкалу перейти по землетрясениям. Это баллов 20 было бы, а у нас 11 максимально. Таких таких, да, таких и не было. У нас нет таких землетрясений. Более того, вот он из середины нижнего ряда вынимает блоки, у него остается только два крайних. А перемычка продолжает висеть, она не падает. То есть настолько продуманно туда вложено знание, знание инженерное. То есть я понимаю, что это не только практические именно знания, как там все это сделать, да, а еще и теоретические. В любом случае, зачем это? Не надо быть знаний практического, без теоретического. Ну, понятно. То есть ты далеко не уйдешь. Всегда нужно вот какие-то обобщающие, вот, у нас же не даром там Сопромат родился, в конце концов, да, начались механики и так далее. Можно там палочку к палочке соединить, да, но для того, чтобы сложная конструкция стояла, здесь уже нужны развитые инженерные знания. Вот, пожалуйста, мы на самом деле, вот эта вещь, которую мы делать не умеем, нормальную полигональную кладку, мы ее можем делать там, изображать в качестве облицовки. Потому что делаем под старину, да, вот как этот стол, сделан там под камень, да. Точно так же у нас там в любой магазин зайди, какая-то плиточка есть, но даже когда мы делаем, там остаются колоссальнейшие зазоры. Приходится замазывать, залепливать, и мы ее делаем чисто декоративно. А там она выполняет несущую функцию, она держит всю конструкцию, громаднейшую конструкцию. Это основа основ, можно сказать, получается. Да, то есть у нас на самом деле строители так строить не умеют. Может быть, можно предположить, что вот какие-то строения, допустим, ну, раз уж мы говорим о том, что никак не вяжутся в хронологическом порядке вот эти вот строения, да, в Перу и в Турции, допустим. Ну, даже вот если мы говорим только об этих примерах, хотя подобных строений, ну, я имею в виду, может быть, не таких же конкретно, но много по всему миру рассыпано. Можно говорить о том, что какие-то тысячелетия, может быть, назад на планете Земля существовала какая-то цивилизация, которая застроила всю Землю, скажем так, вот такими строениями. А те, кто, по кому мы сейчас ориентируемся, на самом деле тех же инков, тех же хетов, они просто жили в этих строениях в данный момент. Ну, так оно и было. То есть, на самом деле, что у инков такие сооружения, что у хетов, они считались священными. Чаще всего использовались как храмы. Понятное дело, что они, приходя на это место и видя какие-то руины, частично их там как-то восстановив, они, естественно, понимали, что сами-то они это сделать не могут. И для них это был кто? Вот кто они могли предположить? У них было совершенно простое восприятие, они не стеснялись признавать богов реальными существами. Тем более, вот оно, доказательство существования этих богов. Понятно, что раз боги были здесь, значит, место священное. Тем более, это боги сделали. Понятное дело, что вот этот храм, где нужно там приносить жертвы богам или просто им поклоняться хотя бы. То есть, функциональное назначение, понятно, что и хет, и инки-то так и делали. Да, но для нас-то вопрос интереснее в другом. Хорошо, вот мы сталкиваемся с этим знанием, знанием, с технологиями, которые нам еще неизвестны. Да, вот там есть там эффекты пирамид, там еще чего-то, много всяких вещей. И вот здесь возникает совершенно другого рода задача. Уже задача не просто даже восстановить эту картинку, а можно пойти по-другому. Как дойти до этого вообще самостоятельно? Не просто как дойти, а когда технар, инженер видит, что какая-то вещь уже сделана, он гораздо проще найдет решение, нежели... Как ее сделать? Просто так обрисовать, там задачи поставить и все. Вот я недаром там привык сравнивать те же перуанские конструкции и археологические памятники с выставкой. Но мы ездим по нашим выставкам, мы смотрим на те вещи, которые мы умеем хотя бы в одном экземпляре делать, мы же делимся опытом, да? А там выставка того, чего мы делать не умеем. Туда можно возить специалистов по обработке камня, туда можно возить строителей, чтобы они смотрели и пытались придумать, как это можно сделать. Или хотя бы добиться похожего результата, хоть немножко. То есть речь идет о том, что археологический материал нам дает не просто опыт, да, не просто указание там о каких-то ошибках, которые нам не должны повторить. Он нам дает богатейший экспериментальный материал для продвижения вперед своих технологий. То есть на самом деле мы получаем, что история может поставлять информацию, да, для нашего будущего. Для того, чтобы мы сейчас могли менять свое будущее. Мы можем же в одном направлении развивать технологии, можем в другом. Вот, кстати говоря, еще о двух выставочных материалах таких, да, о которых можно судить. И тогда уже расскажете, что про них можно уже сказать и чему научиться у этих двух мест, скажем так. Одна из загадочных построек древности – это город Баальбек в Ливане. Дата его создания неясна. Некогда он был одним из самых священных мест на Земле. В V веке до н.э. исполинские террасы Елеополиса, так город называли греки, причислили к чудесам света. Здесь римляне построили самые грандиозные из своих храмов, посвященные главному божеству – Юпитеру. Однако террасы были построены задолго до прихода в Баальбек римлян. Эти гигантские платформы сделаны из огромных каменных глыб. Сделать их невозможно без применения техники, подъемных и других строительных механизмов. Многотонные монолитные каменные блоки с величайшей точностью уложены друг на друга. Они плотно пригнаны и держатся без связующего состава. Например, в одной из стен террасы храма Юпитера встроены три самых больших в мире обработанных монолита. Их называют трилитон или чудом трех камней. Они имеют длину 29 метров, высоту 4 метра и толщину 3,5 метра. Вес каждого из трех гигантов составляет от 800 до 1000 тонн. Причем камни трилитона так аккуратно сложены и так точно соединены друг с другом, что между ними почти невозможно просунуть даже иголку. Кроме того, непонятно, как многотонные камни перетаскивали из каменоломни, которые находятся на расстоянии около километра к месту строительства. Еще одна загадка истории находится в Перу. В скалах на высоте 4000 метров над уровнем моря находится развально древнейшего города Инков – Теонака. Фундамент крепости состоит из каменных блоков весом по 60 тонн. Гладкие поверхности с тончайшими желобками складываются в гигантскую стену и удерживаются медными скобами. В земле находятся куски каменного водопровода, тщательно отполированные. Точность изготовления превосходит возможности современного бетонного литья. Неизвестным образом в блоках просверлены отверстия длиной 2,5 метра. Плиты стены обработаны с потрясающей точностью. Кстати, в крепости найден календарь, по которому можно определить дату равноденствия, астрономические времена года, положение на любой час Луны с учетом вращения Земли. Итак, чему можно научиться действительно у этих строений, у той цивилизации, которая построила их? Ну, скажем так, если брать конкретно Баальбек, то там, на самом деле, даже не столько впечатляют трилитоны, а впечатляет немножко другая вещь. Вот те блоки, которые на уровень ниже. Значит, там, на самом углу, на северо-западном углу, вот этой же стенке, значит, находится один блок вот на этом ряду, на нижнем, который, на самом деле, сопоставим с трилитонами по объему. Просто там у него часть грани идет просто чисто по диагонали, а на другой сделана ступенька. И кажется, он окажется составным. А на самом деле его объем даже больше, чем у трилитонов. И вот дальше весь этот ряд выстроен из мегалитов, которые, по нашим оценкам, весят по 600 тонн. Только это получается по западной стене, только там штук 8 таких блоков. А дальше этот ряд продолжается, он уходит на южную стену, где те же блоки стоят. Дальше, с другой стороны, когда мы смотрели, мы удивились, что там лесенки идут на так называемый храм Юпитера, на верхнюю площадку. Там нижний уровень, это фактически те же самые трилитоны, но только дальше уже переделанные под лесенку. То есть такие же громадные блоки. Они тоже наверняка стоят на каком-то тоже аналогичном ряду. И с северной стороны там эта стенка продолжается. Там получается 50-60 блоков таких огромнейших. Это уже не то, как у нас любят сторонники метода тенния, толкая говорить. Ну вот же гром камень в Петербурге перевезли. Ну там операция шла полтора года, тащили один северный камень. А здесь, ну собственно говоря, промышленное изготовление. И транспортировка, да, это масштабы колоссальнейшие. Но там смущает, что и в карьере, и, собственно, внешняя поверхность этих блоков, она очень плохо обработана. То есть такое впечатление, что в карьере делали полуфабрикаты. Ну мы с этим достаточно часто столклись на мегалитах, что окончательная обработка идет уже при постановке. Да. Мы этого не делаем, это не наши технологии. А здесь как раз идет, подгонка достигается автоматически. Но подгонка просто сумасшедшая. Потому что там вот, например, мы один стык пытались рассмотреть. Я его увидел совершенно случайно. Потому что был скол снаружи на блоках, и солнце косо падало. И поэтому небольшая тень образовалась, да. Чуть меняешь угол осмотра, и ее уже вообще, этого стыка вообще не видишь. Не то, что туда там иголка не пролазит. И это вот, да, при таких весах. То есть там уже явно использовались совершенно не ручные инструменты. Что касается, чем там можно поучиться, ну там понятно, что с такими весами можно работать. И если предполагать высокотехнологичную цивилизацию, и обратиться к мифам, да. В мифах, например, ну уже не в этом регионе, а там, скажем, в Азии, да, в Тибете, там упоминается в Индии, о том, что с помощью звука перемещали большие веса, да. И как бы, на самом деле, что она дает там с технорной точки зрения? Это обычная антигравитация, левитация, если хотите, да. Есть у нас эксперименты по левитации? Есть. Да, пожалуйста, мы подвешиваем на ультразвуке предметы. Ну, маленькие пока подвешиваем. Ну, это пока, да, в общем-то все развивается. Да, ну электричество, с чего начиналось, с абонитовой палочки, да, это для развлечения. Поэтому это не противоречит физике, это запросто может быть. Если мы представляем себе высокоразвитую цивилизацию, то вполне допустимо, да, что они владели этой технологией, но понятно, что мы можем дальше пытаться развивать именно в таком направлении, чтобы действительно не просто ради развлечения подвешивать шарики, какие-то компасы вращать и так далее, а действительно перемещать большой вес, потому что это снимает массу проблем, там, по энергетике, по всему подряд, если развить эту технологию. Что касается Тианака, то там, конечно, ну, там голову вообще сносит, потому что такие вещи там творились с камнем, вот мы показываем специалистам, но там каждый блок, это уникальное художественное произведение, фактически, многие из которых вообще сейчас даже невозможно повторить. Там из гарнита сделаны такие ажурные вещи, которые, ну, как вот штамповка, ну, и там из пенопласта, или там из папье-маши просто слепили и все. Может быть, я бы действительно обладали такими технологиями, что можно было как штамповать камень? Ну, вот, например, там есть, штамповать нет, но там есть следы в Перу, в том же самом, очень похоже на то, что камень находился в состоянии пластилина, то есть в пластическом состоянии. У нас нет ни технологий, ни даже знаний, как бы сделать так с гранитом и с базальтом, чтобы с ними можно было работать в холодном состоянии, потому что их нужно либо нагревать свыше тысячи градусов, это просто даже сгорают, а не, если на воздухе и на открытом это делают, а не плавятся, да, то есть химией травить тоже бесполезны, там, необратимые процессы. То есть мы не знаем, как доводить к пластическому состоянию. Сейчас есть первые какие-то разработки, скажем, по воздействию электромагнитными импульсами, это в бурении, там, используется для прохождения твердых пород. Возможно, что там начинаются какие-то аналогичные процессы, но, по крайней мере, вот видя такие следы, да, можно искать действительно какие-то воздействия, которые бы вот доводили бы камень до такого состояния. Если при низких температурах это делать, ну, понятное дело, что мы массу будем экономить средств на инструментах, которые у нас сейчас там, с алмазами, мы должны использовать инструменты, да, пусть алмазная крошка, да, не бриллианты, конечно, вот, но все равно, да, их все равно надо добыть, там, там, с прочной стали использовать и так далее. А если делать камень мягче, то понятно, что и собственные инструменты будут совсем другие нужны, более простые. Ну, вот, кстати говоря, хотел бы туда спросить, а почему же мы тогда все-таки сейчас изобретаем опять же велосипед, получается? Ну, если цивилизация развивается, ну, всегда, да, потому что такое поступательное движение, естественно, эволюция, знаний получается все больше и больше. А здесь, получается, цивилизация либо она просто не додала знаний, скажем так, людям, которые обитали на Земле, ну, если происходило такое столкновение этих цивилизаций, скажем так, либо просто она действительно, ну, скажем так, исчезла до появления современного человека. Ну, я как бы вижу по тем фактам, которые мы находим, которые там не только мы находим, масса альтернативных исследователей, все-таки я... Все больше и больше склоняюсь именно к теории поликонтакта, потому что, ну, цивилизация, которая была бы земная, во-первых, оставила бы после себя и кучу мусора, и самое главное, оставила бы после себя следы от производства, от самого разнообразного. Инструменты те же самые, следы, которые мы обнаруживаем, их тоже нужно где-то изготавливать. А это полный цикл. То есть, ну, представьте себе, что мы имеем вот то, что нас окружает в квартире, и вдруг без каких-либо заводов. Ну, такого быть не может. То есть, где-то это должно изготавливаться. А следов на нашей планете нет. Значит, получается, что это инопланетная цивилизация. А, соответственно, да, вот почему они нам не додали, да? Ну, а... А зачем, да? Мифы, правильно. Мифы говорят прямо и откровенно. Боги воспринимали людей в качестве рабов. Будут ли высоко развитые цивилизации давать каким-то вообще... Непонятно кому. Извините за выражение, тупым рабам, которые не образованы, не обладают... Знаний же не получишь просто так, на пустом месте. Это же... И уже нужно развивать и постоянно... У нас сколько процесса обучения идет? Только школы, институты... Всю жизнь учимся, говорят. Да, да, да. Век живи, век учись, да. И нельзя так взять и перепрыгнуть, как нас любили там говорить в коммунистическом прошлом, да. Взять из первобытного общества и перепрыгнуть сразу в коммунизм. Невозможно. Знание нужно все-таки накапливаться постепенно. Ну, это хорошо. Это можно представить, что тогда все-таки люди, может быть, были не такими, как сейчас мы. Все-таки на сегодняшний день достаточно развилась цивилизация наша, скажем так, и технологии есть у нас определенные, да. То есть мы движемся семимильными шагами вперед, начиная, наверное, с конца 19 века, то есть вот последнее 20 столетие и начало 21 века. Такий прям резкий скачок в этом отношении. Почему бы тогда вот предположить, что на сегодняшний день не прилететь откуда-то, да, и не рассказать какие-то больше секретов, например, чтобы действительно можно было... Или они до сих пор, если там, ну, существуют, или, ну, сейчас наблюдают за нами, то до сих пор считают рабами? Ну, скажем так, мы можем заниматься изучением муравейника, да, ставить на нем опыты какие-то, еще что-то, но обучать муравьев мы не будем. На самом деле, вот на мой взгляд, когда между цивилизациями целая пропасть по уровню развития, цивилизация, которая более высоко развита, надо же понимать, что у нее тоже свои интересы. Зачем ей кого-то подтягивать за уши? Там можно строить разные гипотезы, да, но здесь ситуация такая, что, чтобы представить, почему они то или иное, что-то делают, что-то не делают, да, нужно прикинуть, а какие у них могут быть интересы к нам? Блин, ну, что мы их можем дать? Я не думаю, что там мы можем дать какие-то полезные ископаемые. Ну, других планет масса, где нет говорящих мартышек. Ради бога, пролетай, да забирай сколько угодно, да. Вот, поэтому у них там совершенно какие-то свои абсолютные интересы, и вот... А что мы могли тогда дать? Тогда, ну... Тогда была немножко другая ситуация, вот если полагаться на переводы Ситчина, который там переводил древний шумерский предание, да, там речь шла о том, что это не было контактом цивилизации как таковым, как мы привыкли воспринимать, да, когда одна цивилизация начинает общаться с другой. Нет, там просто группа политических беженцев после неудачного переворота, и надо было где-то скрыться. Вот она скрылась здесь на какое-то время. Ей надо было выживать. Ей нужно было каким-то образом существовать. Да, поэтому... А там царедворцы, которые работать не привыкли, вот они там взялись и сотворили этих мартышек, и отправили работать. Чего самим-то надрываться? Есть такая возможность пересидеть. Ну, какие-то минимальные знания дали. То есть, если мы поднимем предание любого региона, значит, боги дали людям земледелие, раз, это питание для богов, дали металлургию, дали ткачество, дали вообще нормы человеческого общежития, потому что нужно было собирать побольше рабочей силы, да, и как-то регулировать все это дело. И... Ну, а почему что-то строительство не... Так вот, технологии не рассказали, потому что им они же сами... Нет, а что значит рассказать? Нужны инструменты, и нужно понимать, что значит... Ну, дать сейчас, например, экскаватор какому-нибудь неандертальцу, да, что он там будет дергать за рычажки. Вот, еще технику поломают. Зачем это нужно? Это никому не нужно. Вот, сами они эти инструменты использовали. Это как в Бальбеке, например, прослеживается, да, что в каменоломне, пожалуйста, следы только ручной обработки. Ну, послали рабов, они там нарубили этих болванок, а дальше уже боги пролетели, сами переместили это на место, подравняли так, как надо, где надо, а где не надо, и не равняли. И не нужно. И не нужно, зачем надрываться? Вот, точно так же, например, в Валентантамбе это прослеживается, что там в каменоломнях, это в Перу, только-только болванки, какие-то заготовки, там, уставшие камни тоже, какие-то полуфабрикаты. А посмотришь на итоговую кладку, ну, изумительная вещь, да? Поэтому, что вот это все дело, зачем обучать мартышек, когда здесь уже достаточно одного мастера? Ювелир. И который знает, как обращаться с инструментом, он не повредит, не надо будет лететь на другую планету за ним, и так далее, и тому подобное. То есть, здесь, с точки зрения логики, это вполне понятно. Другое дело, что становится интересным, там, вычислить их, собственно говоря, не просто отношение к нам, да, оно прописано в легендах преданий, а понять, какие у них были интересы, какие интересы могут быть сейчас. Попытаться их просчитать, просчитать богов, да, забавно. хотя говорится, что пути Господни неисповедимы, а вот взять и исповедовать. Что-то получается? По крайней мере, да, но, к сожалению... Складывается какая-то картинка? Складывается, по крайней мере, не очень, правда, благоприятная для нас, то есть, там совершенно потребительское отношение. То есть, если с нас нечего получить, то мы там и не нужны. Ну, видимо, так вот сейчас и происходит, потому что... Человек является источником эмоций, какой-то такой вот духовной энергии и так далее. Вот их постоянно выплескивает. Ну, в стадион выплескивает эту энергию. Куда? В окружающий пространство. Дормовой источник энергии. Вот если мы осваиваем такие виды энергии и понимаем, что с ними можно делать, да, у нас уже получается не эбонитовая палочка, да, а электростанция. Точно так же и здесь. Мы можем просто расстраивать эту энергию для поднятия собственного настроения, да, вот, там, кто в церковь ходит, кто на стадионы, кто в театры, там, получаем какие-то эмоции положительные, да, а можно же эту энергию собрать где-то в аккумуляторах куда-то там трансформировать, как мы же электричество не едим просто так, да, мы его используем для... Ну, конечно, приспосабливаем для себя. Точно так же и здесь. Вот наша планета дормовой источник духовной энергии. Реально. Если пользоваться ей умело, то... Если владеешь технологиями, то можешь ее дальше использовать куда угодно. вот это да, источник энергии, да, и это прослеживается на самом деле, там, по каким-то там делам, поступкам, но, опять же, мы представляем из себя просто вот... с нами не смысла для этого общаться. И так все дают. И так все дают, да. Вот тоже немножечко об артефактах прошлого, которые, возможно, тоже могут рассказать что-то и о нашем будущем. В 19 веке в Колумбии при археологических раскопках было найдено несколько десятков золотых фигурок непонятной формы. Тогда их определили как зооморфные, а в 20 веке поняли, что они похожи на самолеты. У них есть глаза и пасть, но специалисты увидели в фигурках кабину, фюзеляж, крылья, стабилизатор и киль. Современный сверхзвуковой самолет в точности повторяет форму древних фигурок. Между тем, возраст этих находок около полутора тысяч лет. Все они имели общее происхождение. В разное время фигурки были обнаружены в захоронениях индейских вождей. По предположениям ученых, их использовали в качестве нагрудных украшений и амулетов. Интересна и еще одна находка середины 20-го столетия. Более семи сотен каменных дисков с отверстием внутри были обнаружены в пещерах между Тибетом и Китаем. На них были нацарапаны значки, которые не встречались больше нигде в мире. От центра по спирали к внешнему краю тянется двойная бороздка с непонятными письменами. На протяжении долгого периода времени расшифровать только в 1962 году китайские лингвисты сумели прочесть некоторые фрагменты. В них говорилось о том, что 12 тысяч лет назад на Землю прилетели некие летательные аппараты и существа из этих космических кораблей вступили в контакт с людьми. Любопытные оконимелые механизмы возрастом 400 миллионов лет обнаружены и на территории России на Камчатке. Анализ показал, что предмет изготовлен из металлических деталей сотен зубчатых цилиндров, формирующих в совокупности механизм, который может быть чем-то вроде часов или же компьютера. Вот опять мы все-таки к 12 тысячам лет приходим во многих находках, скажем так. И что может нам дать вообще вот такие вот находки для понимания не только прошлого, но и будущего? Ну, скажем так, вот с того, что перечислено, да, вот с колумбийскими этими золотыми самолетиками, которые считались там чисто украшениями, я бы оценил ситуацию так. Это знание оказалось для нас бесполезным, потому что к тому моменту, когда в этих изделиях начали видеть действительно самолетики, мы уже до них дошли. Ну, вот немцы сделали копию увеличенную, да, замечательное аэродинамическое качество демонстрирует модель, но мы это уже все знаем, мы это уже прошли так или иначе, да, значит... А как предвосхитить, скажем так, вот эти вот... За ней возможно ли вообще это? Ну, скажем, я не думаю, что сложные технические какие-то приборы, если мы там найдем, да, что мы поймем, особенно просто изображение, муляж, ведь что такое эти самолетики? Это просто повторяет форму, а внутри нет ничего, да, но это вот как в фильме со стариком Хатабычем, когда он телефон сделал, да, из драгоценных камней, да, ну, а что с него толку, форму повторил, да, здесь же важно понять принцип, скажем, Камчатку, вы упомянули, я считаю, что там просто неправильно датировано, тем более геологически активный район, там все это перемешивается, в общем... Ну, тоже, наверное, в общем-то, хоть не 400 миллионов, но... Ну, какая-то древность, а какая древность, непонятно, да, вот, общеизвестный антикиферовский механизм, который около Греции, так найден, там уже вроде как все это просчитано, что это, ну, грубо говоря, астролябия, которая позволяла там просчитать движение планет, ну, какой-то астрономический прибор. Понятное дело, что это не на коленке собиралось, да, но принцип-то нам тоже известен, да, скажем, вращение, зацепки там зубьями и так далее, но есть, например, тоже астрономическое знание в кодексах Майя, там еще вопрос, кто точнее, что определяет, то есть, если, там, например, если начинать считать цикл прецессии, да, то мы-то его определяем плюс-минус километр, что называется, по нашим астрономическим наблюдениям, может быть, он там точнее, потому что, по крайней мере, таблицы, которые есть по движению Венеры, по движению Луны, они оказываются более точными при сопоставлении периодов, чем наши астрономические наблюдения, и, может быть, там еще и другое, более глубокое тоже знание, здесь, здесь можно искать. Ну, да, я так понимаю, что все-таки, пока мы сами не узнаем этого, мы не можем открыть, что было в прошлом. Не обязательно, просто здесь еще нужно увидеть, здесь нужно посмотреть специалисты, да, есть, например, упоминание о том, что шумеры использовали такую систему исчислений, да, за которую у нас математики увидели очень высоко развитую базу, но что это за база, понять не мог. Понять не мог. Но если, просто на самом деле никто еще толком не исследовал эти вещи, даже, ну, как это так, сейчас математиком взять и заявить, скажем, в академической науке, что вот там вот есть такая база, да, и это же альтернативщики все заявляют, да, и начать там в этом направлении искать. Ну, человек закроет даже в математике, закроет продвижение вперед. Это страшная вещь, у нас очень костные подходы в академической науке в этом плане. Если мы говорим там, вот, что понятно, что можно, например, делать, да, вот, можно по строительству, пожалуйста, сооружения стоят, есть готовые изделия, да, вот здесь можно посмотреть строительные приемы. Они по многим параметрам отличаются от наших, не только по весу, даже просто по порядке сборки, по конструкциям, которые есть. Там, скажем, те же пирамиды, они построены, скажем, по панцирному принципу, то есть там несущие, это у них облицовка, а внутри просто, то, что мы называем забутовкой, камни там накидали, черт, непонятно с чем. Ну, так их кост стоят ведь. И стоят, и их, как у жука, вот держит это все, внешняя оболочка, все сохраняет. А мы-то строим каркас, мы пляшем наоборот, мы от скелета пляшем, не от кожуха, а от скелета. Там сборка на месте, мы тоже ее не практикуем, обработка камней, там только, ну, кое-где, где плитка не подлазит, мы ее там обрезаем, да, и вгоняем. А здесь речь идет вообще об обработке изначально больших блоков, подгоняя их друг друга так, что получается результат, намного нас превосходящий. То есть есть технологии, даже просто по чисто строительным подходам, да, есть технологии по обработке камень, как я говорил, там про пластилин, ну, а когда в том же перу отрезаются, просто на вертикальных склонах делаются вырезы, причем сразу отполированные, то есть инструментом провели, и все сразу отполировалось, как у нас только на камнеобрабатывающем комбинате получается. А там явно ручной какой-то инструмент. Сделать что-то подобное, это... Ну, пока это, по крайней мере... Ну, в любом случае, ну, представьте себе экономический эффект от применения таких инструментов в труднодоступных горных районах. Это да, это естественно. Стройматериалов не завози, камни дробилки не ставь, не нужно ничего, то есть только инструменты и все. Ну, главный стимул есть, вот что к этому можно стремиться, но, скажем так, как к этому стремиться, раз нет ни инструментов, ни пока знания наши также не позволяют, скажем так. Ну, на то и есть она научная мысль, чтобы пытаться найти какие-то подходы, да. Здесь-то мы видим результат, здесь уже можно, да. И там, то, что я там в одно направление пытаюсь все как-то раскачать, чтобы хоть кто-то начал в этом направлении задумываться, да. Если у нас мифы и предания говорят о том, что земледелие людям дали боги, причем боги дали и семена, а по исследованиям того же Вавилова культурные растения кардинально отличаются от диких и нигде промежуточных по основным зерновым культурам не найдено, значит, возникает вопрос там, а возможно было генетическое вмешательство, да. По пшенице Вавилов нашел совершенно четкие доказательства. Это получено генной модификации. Так мы выросли на генномодифицированных продуктах. Мы от них сейчас шарахаемся, а на самом деле мы можем... А мы можем изучить, что с ними сделала та цивилизация, которая в этом понимала. Мы же тысячи лет уже потребляем ту же самую пшеницу, ничего с нами, мы не вырождаемся. Значит, там были применены правильные генетические изменения, попытаться их вычислить на основе тех же культурных растений и применять к тем, к которым еще не применяли, да. Вот, какую-то технологию. Здесь нормально, здесь, грубо говоря, это рабочая программа. Да, дорогостоящая, да, длительная. Но это можно попытаться сделать. Ну да. Но, подводя итоги, к сожалению, у нас не так много времени остается, вернее, практически не осталось. Можно сказать, что мы все-таки в будущем, возможно, мы вернемся к тем историческим, ну, скажем так, ну, не находкам, да, а поймем все-таки их смысл. Ну, я надеюсь, я, по крайней мере, на это очень надеюсь, что, в конце концов, постепенно, на самом деле, последние, там, скажем, лет 10 начинает перемалываться все-таки психология людей, и на меня уже выходят даже историки, археологи с предложением негласной помощи. То есть, вот, они уже готовы даже пересматривать точку зрения, свою, по крайней мере, да, да, пока неофициально, пока уже... Уже с нами спокойно взаимодействуют геологи, лаборатории. Потихонечку, полигонечку, когда это прорвет, и когда мы подключим нормальные научные умы с серьезными исследованиями, я думаю, что прорыв будет. К сожалению, время нашей эфиры подошло к концу, мы подводим итоги. О том, что до нас на Земле жили более разумные и умелые существа, чем мы, фантасты, пишут почти столетия. Теперь появляются и доказательства этого. С другой стороны, кроме взглядов в прошлое, людей всегда интересовало и познание будущего, и очень часто будущее пытались прогнозировать философы, пророки и религиозные мыслители. Первые попытки научных прогнозов относятся к концу XIX века. Здесь можно выделить Георга Эрмана, Гюстава де Малинари и Герберта Уэллса. У области научных знаний, которые изучают совокупность представлений о будущем Земле и человечества, в середине XX столетия даже появилось свое название футурология. Однако на основе чего создаются эти прогнозы на собственные фантазии или все-таки научных данных. История, как сказал когда-то древнегреческий писатель и историк Ксенофон, развивается по спирали. Так может быть, стоит более серьезно изучать прошлое человечества, узнавать ту историю, которая была в реальности, или лучше сказать, которая была, есть и будет. И возможно, именно тогда мы узнаем о нашем будущем таком, каким оно должно быть действительно. О том, может ли история стать наукой о будущем, сегодня мы говорили с нашим гостем в студии, исследователем, путешественником и писателем Андреем Юрьевичем Скляром. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо, что... Ну, а мы напоминаем, что видеть программы, которые вы не смогли посмотреть в прямом эфире, поделиться своими историями, а также задать интересующие вас вопросы, вы можете на сайте нашего телеканала astrodefiz.tv.net. С вами была Антария Гончарова. Всего вам самого доброго. Смотрите программы в поиске ответа, и вы узнаете много интересного, найдя ответы на самые сокровенные свои вопросы. Редактор субтитров А.Семкин